Друзья, добрый день! Меня зовут Наталья Носова. Мы с вами на детском канале Дарвиновского музея. Ну а если сказать конкретно, мы с вами в центральном зале музея и сегодня мы с вами поговорим о слонах. Именно в нашем центральном зале можно увидеть самые крупные наши экспонаты, в том числе и двух слонов африканского и индийского, ну а если точнее сказать слоних. Итак, Анастасия Чуркина спросила у нас, как отличаются слоны африканские и индийские. Давайте попробуем в этом разобраться. Начнем мы с самых, пожалуй, ярких отличий, которые видны невооруженным взглядом. Посмотрите, ближе к нам это африканская слониха. Она, конечно, крупнее, поскольку действительно самым крупным сухопутным животным является именно африканский слон. Надо сказать, что в последнее время ученые разделили африканских слонов на два вида. Есть африканский саванный слон, и это действительно самое крупное животное, вес взрослого самца может достигать 10 тонн. И есть африканский лесной слон, лесные слоны меньше, это не такие многочисленные животные, как, например, саванные слоны, лесных слонов значительно меньше. Давайте посмотрим на нашу слониху африканскую. Это африканская саванная слониха, она, как видите, довольно внушительных размеров. У нее есть определенные отличия от азиатских слонов. В первую очередь, конечно, это размеры, об этом уже сказали. Кроме того, посмотрите, какая у африканских слонов форма и какой размер ушей. Их уши значительно крупнее, поскольку живут они в очень жарком климате. Саванные слоны живут на открытых пространствах, и эти уши являются прекрасными радиаторами, позволяющими удалять избыток тепла из организма. Обмахивая себя этими ушами, как веерами, слоны также могут охлаждаться. Кроме того, если слон, например, нападает для того, чтобы своего соперника напугать, он не только поднимает вверх хобот, но он также и активно машет своими большими ушами. У индийских слонов уши значительно меньше размеров. Теперь давайте посмотрим на форму спины. Если у африканского слона спина вогнутая, такое впечатление, что на эту спину можно было бы положить седло, то вот у азиатских слонов спина выпуклая. То есть, если мы посмотрим с вами на слонов африканского и азиатского слона в профиль, мы эти отличия по форме спины очень хорошо с вами заметим. Форма лба. Если у африканского слона лоб довольно ровный, то у азиатского слона мы видим, что на лбу вообще лоб высокий и на нём такие две большие выпуклости. То есть форма лба тоже у них разная. Ну и, конечно, обращать на себя внимание, что несмотря на то, что в нашем зале мы видим африканскую и азиатскую слоних, у одной из них есть бивни, у другой нет. У африканских слонов, как правило, бивни есть и у самцов, и у самок. Вообще бивни очень удобная штука. Ими можно, например, вырыть какую-то ямку, когда рядышком нет воды, чтобы добыть воду. Можно использовать для корчевания деревьев, можно использовать для обороны. То есть такой очень многофункциональный предмет. Но слонам все-таки, наверное, бивни больше нужны, поскольку они еще и являются орудием в борьбе за самку между самцами. Тем не менее, у африканских слонов, как правило, у обоих полов присутствуют бивни. И мы видим у нашей слонихи бивни, правда, не очень большого размера. А вот у азиатских слонов, как правило, слонихи без бивни, хотя бывают и исключения из этого правила. Любопытно, что люди влияют на эволюцию слонов. И в Африке в некоторых популяциях слонов довольно большой процент самок африканских саванных слонов без бивней. Почему так происходит? В Мозамбике есть такой заповедник, называется он Горангоса. И в этом заповеднике довольно большая популяция слонов. Но в Мозамбике несколько лет была война, и во время войны бесчинствовали в заповеднике браконьеры. Как вы хорошо знаете, слоновая кость высоко ценится, и слонов убивали для того, чтобы добыть их бивни. И это вот таким образом повлияло на эволюцию этих животных, что в популяциях слонов здесь появилось большое количество самок без бивней. И у людей, и у слонов есть ген, мутация которого приводит к тому, что один или несколько зубов не развиваются. Ну и вот в данном случае эта мутация оказалась полезна для выживания, и поэтому около 700 самок на сегодняшний день вот в этом национальном парке не имеют бивней. Кстати, бивни это резцы. Подробнее о зубах, в том числе и о зубах слонов, мы рассказывали вот в этом нашем видео, которое вы сможете тоже посмотреть на нашем канале. Итак, следующее отличие, о котором мы с вами поговорим, это отличие в строении хобота. Хобот это замечательный, очень удобный орган. Он представляет собой сросшийся нос и верхнюю губу, и он с одной стороны очень сильный, очень гибкий, с другой стороны слоны могут совершать им очень тонкие манипуляции. Например, хоботом слон может поднять с земли иголку, ну вот, или какой-то другой такой маленький предмет. То есть, хобот это очень чувствительный орган. Так вот, если мы посмотрим на кончик хобота, то здесь мы тоже увидим между африканскими и азиатскими слонами отличие. Обратите внимание, что у африканского слона, очень хорошо видно на нашей слонихе, хобот заканчивается двумя пальцевидными отростками, сверху и снизу. У азиатского слона такой отросток только один. Но, тем не менее, хоботом прекрасно пользуются и те, и другие животные. Хобот прям замечательный совершенно орган, которым можно много всего разного делать. Можно поливать себе водой, обсыпать грязью, можно поднимать различные предметы с его помощью. Ну и еще хобот это орган обоняния. А обоняние у слонов, кстати говоря, очень хорошо развито. О степени развития обоняния можно судить по количеству генов обонятельных рецепторов. Так вот, слоны в этом смысле рекордсмены, у них таких рецепторов 1948. И они очень хорошо различают самые разные запахи, вплоть до того, что они различают между собой представителей разных африканских племен, населяющих те местности, на которых они живут. То есть они, например, могут отличить одно племя от другого по запаху, исходящему от человека. Согласитесь, что такое обоняние это просто вершина эволюции. Итак, мы с вами поговорили о тех отличиях, которые бросаются в глаза. Теперь немножко о более скрытых отличиях. Мы с вами говорим еще немного о зубах. Бивни, что это за зубы? Это видоизмененные резцы. Но помимо резцов у слонов еще есть и коренные зубы, маляры. И этих зубов на самом деле не очень-то и много. Одновременно у слона во рту находятся всего-навсего четыре маляра. Два на верхней челюсти и два на нижней челюсти. Но зубы эти, правда, довольно крупные. Зубы у слонов в течение жизни меняются шесть раз. Причем очень интересно, они сдвигаются с задней части челюсти вперед, как на конвейере. И когда происходит последняя смена зубов, когда эти зубы и стираются, приходит негодность, то слон уже не в состоянии нормально питаться, этот слон погибает. Вот такая печальная история. Но чтобы не переживали, надо сказать, что вообще слоны относятся к животным-долгожителям, и их продолжительность жизни довольно высокая, и слоны могут доживать до семидесяти лет. Итак, строение маляров тоже у слонов отличается. Если мы посмотрим сверху на коронку зуба, то у африканских слонов коронка низкая, и гребни, которые как раз используются для перетирания пищи, они малочисленны по сравнению с азиатскими слонами. Их меньше, но зато, правда, они толще. И если мы посмотрим, они напоминают по своей форме такие вот крупные ромбы. Кстати говоря, саванный слон и лесной слон разошлись довольно давно в своей эволюции, но примерно от 5 до 2 миллионов лет тому назад. Это примерно то же самое время, когда разошлись между собою мамонты и азиатские слоны. В том, что они принадлежат к разным видам ни у кого не вызывает сомнения. Так что вот эта эволюционная дистанция и между саваннами и лесными слонами тоже, как вы видите, очень большая. Ну и ещё о более скрытых отличиях. У них разное количество хвостовых позвонков. Может быть, это и не самый важный признак, но тем не менее это интересно. Если у азиатского слона 33 хвостовых позвонка, то у африканского слона всего 26. То есть азиатский слон более хвостатый, если так можно сказать. Ну и как ни странно, у слонов разное количество ребер. И если у африканского слона 21 пара ребер, то у азиатского всего 19. Так что видите, отличия между ними, в общем, согласитесь, с точки зрения анатомии достаточно существенные. И пару слов хочется сказать про наших слоних замечательных. Каждый из этих слоних имеет свою уникальную историю. Африканская слониха принадлежала семье последнего российского императора Николая II и жила в Зверинце в царском селе. Царевич Алексей очень эту слониху любил. Но после революции, к сожалению, слониху эту решили перевезти в Москву, а поскольку было уже холодно, была поздняя осень, то в пути слониха заболела, и такого переезда не перенесла и погибла. И вот с погибшей слонихи была снята шкура, которая 10 лет хранилась в подвалах Политехнического музея. И только в 1927 году эта шкура попала в наш музей, и из этой шкуры было изготовлено вот такое вот замечательное чучело, которое мы можем с вами и по сей день любоваться и восхищаться работой таксидермистов. Не менее интересная история и у нашей азиатской слонихи. Она попала к нам из Бухары. Вернее, ее история была довольно такой длительной и полной всяких событий. Сначала она жила в Бухаре, она была подарена вместе с группой других слонов, афганским эмиром, бухарскому эмиру для проведения торжественных церемоний. Затем, в годы Гражданской войны, к сожалению, за слонами был не очень хороший уход, и кроме того, слонам приходилось выполнять довольно тяжелую работу. И слониха выжила только одна, выжила только вот эта слониха, звали ее Джиндао, что в переводе означает «прекрасная женщина». Джиндао таскала тяжелые бревна, везла каток, который укатывал дорогу. Но затем, когда Гражданская война закончилась, было решено слониху перевезти в московский зоопарк. Ее погрузили на открытую платформу, и рано-рано утром слониха прибыла на Казанский вокзал, откуда пешком дошла до московского зоопарка. Она прожила довольно долгую еще жизнь и умерла уже в возрасте более 50 лет. Это, конечно, не предел мечтаний для слонов, но, тем не менее, возраст тоже достаточно солидный. Ну что ж, друзья, пожалуй, про слонов сегодня достаточно. Я благодарю вас за интересные вопросы, не забывайте нам писать свои новые вопросы в комментариях к видео, не забывайте подписываться на этот и другие каналы Дарвиновского музея, у нас очень много всего самого интересного. Приходите к нам, друзья, в любую погоду. У нас хорошо, светло, интересно, красиво и много всего любопытного. Мы всегда рады встрече, мы всегда вас ждем. Всем пока! Кстати, была очень интересная история, как в Китае целая шайка слонов бегала по местным деревням и там давала шороху, а не просто как такая бальдинская группировка. Спасибо.